Пошли в сфинкса. Что это такое? Что за история со сфинксом? Идем в глаза. Провариваемся туда. Зачем он нужен был? Что это такое? Какой-то белый крест в постранстве висит внутри. А по средине креста у меня как ядро какое-то есть. Ага, да, тоже самое. Пошли в ядро. Ой, как голова закруглась. А когда в ядро, то там... Как объяснить? Я сразу почему-то опускаюсь вниз куда-то. Ну, тоннелем я не могу это сказать. Это не тоннель. Это как плоскость какая-то. И сразу же в сторону тут же уходит. Ну, куда выходит. Это как можно назвать... Боже, где я такое видела? Мозг не работает сейчас. Как показать, как... Выбрасывает куда-то и вот так... Как разрезается ножом, пространство разрезается. У меня идет, что кота закидывает. Коты видят так измерение. То есть за вот эти вот как ширма, они другой вот как-то смотрят, так глазами раздвигают по-другому. Вот, и поэтому соединиться человека с котом. Восприятие человека и восприятие кота. Ага. То есть получается это переброска в другое измерение? Или из другого измерения сюда? Очень сильная голова окружена. Да, там вращение у меня тоже. Хорошо, когда мы туда приходим, что мы там видим? В конечную точку туда вылетает? Я там вижу такие кольца. Ага. Кольца вижу. Они не спиральные, я неправильно показываю. Просто разных размеров кольца. Кольца разных размеров. Угу. Это другой. Как звук, что ли. Блин, как... Задай вопрос, это переход в другое измерение? Ну да, мне кажется, да. Мне вот это сложно, когда задай вопрос. А зверушки отсюда приходят или нет? Вот, вот эта зверушка что-то другое. Что-то другое, что-то другое. Это больше как межпространственное что-то. Межпространственное, ага. Вот оттуда я вижу отдельно вот эти измерения. Что я тебе не слышу? Отдельное измерение оттуда видно. Там вот как-то вот в этих кольцах что-то я каталась. У меня прям аж на то, что это укачивание такое. Вот у меня прямо вестибулярный... Ну вот то, что на самом деле у меня аж так сильно кружится голова. Что за ними? Вот эту вот вестибулярную часть мы проходим. Что за ним дальше? Сейчас попробую это, как хвост себе для балансировки сделать. Хоп. И вращение у меня остановилось. Ага. Как у котов. Ага. У меня не получается. У меня все тело внутри гудит. Я на эти кольца, смотри, у меня тело гудит. Вот на эти кольца. Они друг за другом стоят. Попробуй пройти за ним. Я за кольцами ухожу. В каждое кольцо, как внутри. Как внутрь заходишь? Да. Да, да. В кольца. Входи, 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 вводи. Что-то позвоночник показывает. Вот поощрение, как в позвоночнике оказываюсь. Ага. Пошли по позвоночнику. Только вот, ну, вот позвонок. В общем, вот так вот, в внутрих каналах каких-то. Ага. Пошли по позвоночнику. Куда идешь? Куда вот кинет? Какая-то ступор. Для меня я не могу. Я пошла за Андреем. Что-то не то. Я не могу. Вот для меня что-то не то. Ага. Это образ позвоночника. Ага. Хорошо. Между ними пройти. Вот между ними. Когда я прохожу между ними. Вот тут что-то в этих кольцах. Это не огненные. Но как огненные. Представь, как огонь горит. И кто-то как будет прыгать. Вот. А здесь не огонь в них. В них белый свет. Они очень худящие. И в них что-то создается между ними. Как можно вперед уйти. А можно назад уйти. Машина времени. Блин. Меня аж это. Как будто выбрасывают в будущее. Наверное. А здесь как впечатление. Я стою между ними. А впечатление. Как вперед. И как назад. Куда-то. Еще есть кольцо вот здесь. Поменьше. Мы в коллективном бутерброде. У меня вот как позвоночник. У меня ступор вот вверх идет. И вниз. Ступор. И такой вот. У меня кольца так идут. Чик-чик-чик. Вот коллективный бутерброд. Это разворачивается коллективная реальность тут? Слои. Как-то слои коллективных реальностей. Слои коллективных. Их много-много колец. Вот если. И они на расстоянии. Они на расстоянии. И там. Вот по ощущению 20. Больше 20. А с этой стороны. А с этой стороны кольца целы. Короче, с этой стороны я смотрю кольца. Они как барабан порван. Ну, то есть с отверстия. Ну, я не знаю, как это объяснить, божечки. Как порванные. А здесь, если смотрю, то здесь оно побольше. Как есть маленькая дырочка. А дальше нет. Они целостные. Кольца. Дальше тоже идут кольца. Не знаю, что это такое. А как здесь, как клево порванное. Я не знаю, что это такое. Как вот взять, натянуть бумагу, порвал. Ну, это не бумага, а как пленку какую-то порвал. Это игровые карты, одна за одной, как меняются и закладываются. Вот очень вот это созвалось у меня. И посмотри, 20-й год карту задает вопрос. Пускай покажет карту, начинающую с 2020 года. Она целая? Давай вот сюда идем. И уносит. Я не понимаю, я три вижу штуки, сразу порванные. Сразу вместе, одновременно, три штуки порванные вижу. Три штуки порванные. Это какой карте просят к текущей? Момент здесь и сейчас где? Как карта развивается? Момент здесь и сейчас, я бы сказала, вот эта, которая маленькая дырочка. Почему это? Оно как... Это не ровное, это порванное, оно маленькое. А вот эти, они прям порванные. Адрюха, что видишь? Я вообще забуду. Мне очень сложно на вопросы, этот человек иногда чувствует. У него что-то прям такие слова замудренные. как этот, как позвоночник, вот эти штуки. Это вот как основные аспекты бытия. Такое прям... А где ты позвоночник видишь? А где ты позвоночник видишь? Я пытаюсь на... Сейчас. И вот как... То есть, если один из этих выбивается, вот у человека спина болит. Все, я знаю, что это. Как эти... Система ценностей, вот говорите. Вот как... Вот каждая из этих штуки, если одна из двадцати выбита, выбивает человека из... То есть, здесь путают. Сейчас пошло, нас путают. Не знаю, кто путает. Мы путаем. Но в каком-то пространстве, где большое путание... Каждый... Когда я стала искать позвонок, позвоночник, который ты сказал, И мне пришло, что какая-то путаница, специальная путаница какая-то, как ловушка. Чтобы не это вот... В образы, в ассоциацию сесть. Назад. Да, ловушка. Уходим назад, потому что, да. У меня первичная вот, типа, картинка в три человека стоят. И точно вы, вот Наталья, есть. Начинаем отсюда, сломила. И вот, втрощетка. Да, надо втроем, вот как... Надо втроем, все время. Чтобы нам было понятно, как вот... Какой будем скрещивать образы. Много котов вокруг. Это специальная была штука. Ой, все, у меня вообще пошло насчет нее. Вот почему-то это Ирина идея была, берем кота, скрестим. Пошли за нос, Финкса. Я поменяюсь местами. Со мной давай. Это... И уже не раз мы в ловушку эту попадали. Еще пришла информация. Сами на нее натыкались. Заходим заново, да? Да. Давай, Наташа, вниз. Я оказалась в каком-то тоннеле по ветке иду. Белый тоннель. Уходит, я не знаю, это вниз или вверх. У меня как закручивается. У меня тоже как вот спички. Да. Ага, пошли со мной. Просто идешь вперед и все. Как вот... Как спирали закручиваются. Куда приходит? Блин, как семафор в конце тоннеля. Видеокамера, глаз опять такой. Помните, мы уже к глазу подходили. Он смотрит. Подходите. Втроем пройдем. Проходим. Четко. Рассчитали. О, мы считали, пошли. Ой, какое яркое пространство. Слушайте, как будто мы в глаз попали. Ага. Внутри солнце. Что это? Шар. Но оно как будто не внутри. Да, я как... По поверхности скручиваю. Да. За защитной пленкой. Вот отверстие входит. Вот отверстие входит. Угу. Что-то как растворяюсь. Угу. Как растворение. И все как будто двигается куда-то. Ага. Что-то ангелы какие-то. Угу. Как сущности летающие. Вот. У меня первое пришло, что... Первая сущность, которую придумали, был сфинкс. В нашем. То есть это просто вымышленный образ. А ангелы позже появились. Вот как там как будто все эти с мифологией все это намешано. Угу. Там не только это. Там еще много всего. Там еще что-то в железное ходит. Угу. Или позитивное, негативное. Если я попробую что-то ходить. Что это за пространство? Типа фантазии. Ага. Я опять делала вакуумер сочи. Да, она все вращается и пришла. Это опять это. Мне кажется, опять что-то. Из одной из ловушек гипотетических каких-то что-ли. Ну так, я не знаю, я прямо... Как положить суть. У меня в голове такой вакуум сейчас вообще. Ну вот в фантазии все слова приклеилось уж прям. Это мир фантазии. Мы пришли в мир фантазии. Пространство фантазии. Все, что пожелаешь, ты нафантазируешь. Вот. Именно фантазия не вытянется в материальное. Это отдельный мир, да? Это мир фантазии. Такое впечатление у меня сейчас, что кто-то мой мозг читает. Считывает все. Прям копирует. Я не знаю, что такое. У нас слабо сейчас. Страхи какие-то. Нет, страха нет вообще. Вообще у меня нету страха. А впечатления такие. Возвращаемся в сознание. А вот сейчас, да, лучше. Вот ты стал говорить, Андрей, мне стало жутко. А до этого не было страха вообще. А понимание того, что кто-то... Что-то хочется богиня какая-то назвать. Мне легче стало. Богиня. Фу, ой, пошел мурашки. Мне легче глазик гораздо стало. Что за богиня? Она. Везет мурашки. Богиня. Мы ее, видимо, на нас видят. Золотой образ. Кто ты? Она поет что-то. Ага. Люди создали. Говорит, люди создали ее. Она показывает земли разные, сказочные тоже. Ну, она тоже, да, такая. Красивая психология какая-то. Мехология богиня какая-то. Судородие. Что-то. Я там спрашиваю такое. Что тут вообще делаем? Это то, что людям нравится верить. Вот, людское сознание подключается вот к этому. Верить вот в сущности этих, в богинь непонятных. Мир фантазий. Людям приятнее в это верить. Вот он, где хранится. Благодарим за контакт. Пошли. М-м-м-м. М-м-м. и тишина тишина, выкинула наверху все тишина, в мир фантазии попали у меня такое еще потом, что как и Грего